По традиции экономисты банка Светбэнк, которые, собственно, и стали авторами данного экономического прогноза, подготовили несколько сценариев. Первый, он же основной, где смешанные возможные удачи и поражения, имеет, по мнению специалистов, наибольшую степень вероятности — 60%. Негативный же сценарий, по имеющимся данным, хоть и не был на ведущих позициях, все еще остается вероятным, но всего 30%. Впрочем, к сожалению, еще меньше всего 10% экономисты отвели под сценарий положительный. При этом более сдержанное Министерство финансов предполагает, что рост экономики нашей страны составит в этом году 1,7%, а Банк Эстонии прогнозирует рост в размере 1,9%. Но это все общие цифры. Людей же интересует то, как все это отразится на их кошельке. И тут оптимистичные нотки явно затихают. Более всего жителей нашей страны интересует то, что будет дальше с ценами. К сожалению, сейчас мы не можем никого порадовать их снижением, поскольку возможен некоторый рост цен на нефть. В среднем, по сравнению с прошлыми годами, цена на нефть будет больше. Это, в свою очередь, может привести к увеличению транспортных расходов и, как следствие, отразиться на конечном товаре. По сравнению с предыдущим прогнозом, мы повысили также стоимость продовольственной корзины. Кроме того, инфляция в этом году, по нашим прогнозам, составит 3,8%. Хотя, конечно, это меньше, чем в прошлом году, когда она составляла 5%. Правда, есть и другой вариант. Рост цен на нефть приостановится, а значит, начнут снижаться и цены. Но ситуация на Ближнем Востоке и в Иране дает немного поводов для такого оптимизма. Несмотря на возможный рост цен, согласно опубликованному сегодня прогнозу, реальный рост брутто зарплаты должен составить в этом году 1,8%, а в следующем почти 3%. Правда, далеко не для всех. Скорее всего, это будет заметно в строительном секторе, поскольку многие строители во время экономического кризиса уехали работать за границу. Теперь же, когда объем строительных работ вновь набирает обороты, местные фирмы вынуждены заманивать уехавших работников обратно. В общей сложности прошлый год выдался для экономики Эстонии сравнительно удачным. В частности, инвестиции выросли почти на 27%, а частное потребление на 4,2%. В то же время почти на 7% выросла и занятость. В 2011 году было занято на 38 тысяч человек больше, чем в 2010. Кроме того, составившие прогнозы экономисты считают, что в следующем году люди снова начнут брать кредиты, хотя и не так активны, как в былые времена. Но есть и негативные стороны у этого прогноза. Например, нехватка квалифицированной рабочей силы может привести к такой ситуации, что рост зарплат по секторам будет неравномерным. Помимо этого, рост заработной платы в этом году будет меньше, чем в предыдущем. Павел Озеров, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Продолжение следует...